Привет, друзья! Вот говорят, что нельзя думать о плохом, потому что мысль материальная. И если ты будешь думать о плохом, то обязательно плохо всё получится. Мысль материальная не в том смысле. Если бы мысль была материальна в том смысле, у нас сколько людей есть с нарушенной психикой, у них такой бред, так если бы она была материальная, так чтобы мир бы давно взорвался, да вы что? Всё. Мысль материальная в том смысле, что она, мысль, создаёт повод для поступка, для действия. Когда вы делаете действие, оно воплощается во что-то. Ну, вы захотели дом построить, думаете об этом, сделали действие, поступок, дом построили или ещё чего-то. В этом смысле материальная, а не в прямом смысле слова. Как это может быть, мысль материальная? Мысль у вас в голове, поэтому если вам плохо, а вы боитесь думать, вдруг что-то случится, то, о чём я думаю, и трясётесь, и держите себя в таких ежовых рукавицах, у вас что получается? Вы думайте, о чём думается. Ну, если вы думаете, о чём думается, вот, например, сидя в таком положении, и пришли плохие мысли, не бойтесь их, потому что у вас есть ключ. Ключ, что это такое? Если вы думаете, о чём думается, выпускаете пар на фоне повторяемых движений, то они вас защищают, потому что они снимают лишнее напряжение, так как мама ребёнка качает и подбирает ритм, и он успокаивается. Будьте как дети, возьмите 2-3 минуты, ну, 5 минут в день. Представьте себе, что вам 3 года, ну, что у ребёнка, он же академию не проходил. Он вот там думает, о чём думается, и делает, что он капризничает, он плачет, он там вот орёт там, или ещё что-то делает. Побудьте как дети, да, и повторяемые движения добавляете туда, и покачивания, и упражнения, и вот и вы в защищённых состояниях находитесь тогда, потому что лишние напряжения, которые возникают от ваших мыслей, которые создают у вас эту внутреннюю тряску колочения, вы добавляете эти движения, колотит вас, колотитесь, хочется вам кому-то врезать, давайте в воздухе и колотите. Да, и вы выпускаете лишнее напряжение, как вы больше выпускаете лишнее напряжение, которое у вас накопилось, от обиды, от каких-то незаконченных действий, от чего-то, у вас такой потенциал накопился. Ну, вы посидите мысли на самотёке, но в условиях защищённости. Побудьте ребёнком, ну, как написано в Писании, будьте как дети и спасётесь. Представьте себе, что вам три года, капризничайте, плачьте, колотите воздух, дёргайте ногой, там делайте все движения, которые хочется вам сделать. Да, и потом вы когда вот поделаете шалтай-болтай или что-то, пуская мысли на самотёк, вы потом сядете, и у вас суета мысли смирится безмятежностью, и будет такое состояние, когда плохие мысли, вот этот минус, негативные мысли, ушли и появятся тогда вот через этот ноль безмятежности, вот на градуснике, который я показывал, здесь 10 это шторм, а здесь ноль это безмятежность, у вас появится состояние покоя, глубинного душевного покоя, и пойдут хорошие мысли. Вот оно как, понимаете, таким образом получается разгрузка и перезагрузка. Пошли хорошие мысли, и мечтаете себе, да. Чем больше вы мечтаете, это очень полезно, потому что там миллиарды клеточек мозга работают синергично, да, и вы восстанавливаете свою гармонию, свою внутреннюю целостность, да. Давайте, до встречи.